Четверо человека освобождены сегодня из колонии и СИЗО в России и на Украине. Двое помилованы Владимиром Путином, двое Петром Порошенко. Украинские граждане Геннадий Афанасьев и Юрий Солошенко доставлены спецрейсом в Киев. Одесские журналисты Виталий Диденко и Елена Глещинская прилетели в Москву. Российская сторона руководствовалась прежде всего соображениями гуманности. Все подробности в репортаже Павла Краснова. Именно тех, кто прилетел в Москву на борту этого самолета, держались в секрете до последнего. В прессу просачивались лишь разрозненные слухи. Только когда лайнер приземлился во Внуково, последовало официальное объявление, кто именно прибыл в Россию взамен переданных Киеву украинцев. Три недели назад этот же самолет доставил в Москву осужденных на Украине россиян Александрова и Ерофеева. Сегодняшний обмен от предыдущего отличается гражданством пассажиров. В Россию доставлены двое украинских граждан. Елена Глещинская, Виталий Диденко, одесские журналисты, которых на Украине обвинили в сепаратизме и госизмене. Оба провели в заключении больше года. Елена даже родила сына. Находясь в СИЗО малышу всего полтора месяца, его здоровье оставляет желать лучшего. Потому в аэропорту самолет встречала и бригада скорой помощи. Очень сложно проходила и сама беременность. И ребенок родился и был спасен только в вмешательство Европейского суда по правам человека. История Елены и Виталия во многом типична для украинцев, не согласных с политикой официального Киева. Оба одесситы весной 2014 принимали участие в акциях противников госпереворота. Но главным их проступком с точки зрения украинской власти стало создание так называемой Народной Рады Бессарабии. Общественное движение, призванного защищать права нацменьшинств в Одесской области в интерпретации украинских силовиков, это превратилось чуть ли не в подготовку восстания. Это чисто политическое дело, это охота так называемых сепаратистов. То есть под эту волну попали все и активисты, и общественники, и историки, и журналисты. Нас считали сепаратистами, будто бы мы хотим разделить Украину на части. Мы, то есть граждане Украины, которые придерживаются альтернативной линии на определенные общественно-политические процессы, которые были в стране. Ну, видимо, властям это не понравилось. Подобные надуманные обвинения – расхожий инструмент киевской власти в борьбе с так называемыми сепаратистами. Елену Глещинскую обещали посадить минимум на 10 лет, и ей пришлось уехать. Даже несмотря на то, что дома в Одессе у нее остались еще двое детей. Я бы никогда не оставила ни детей, ни Украину. Потому что мне поставили такие условия, что либо я остаюсь в тюрьме, на долгие годы, либо я покидаю страну. Условия, конечно, в тюрьмах очень плохие. То есть вообще нарушаются права человека. То есть очень тесно, душно. То есть может там куча болячек можно подхватить. То есть очень, очень тяжелые. Сегодняшние события освобождения и переезд в Россию для одесских журналистов во многом все же стали неожиданностью. Благодарны Российской Федерации за то, что помогли нам и освободили. То, что Россия вмешалась в наше дело и вызвали нас, это действительно как бы чудо. И это позволяет нам просто быть свободными людьми. Со своей стороны Москва передала Киеву двух осужденных в России украинцев. Геннадия Афанасьева и Юрия Солошенко. Первого осудили за подготовку терактов в Крыму. Второго за шпионаж против России. Специальным указом президент Путин помиловал осужденных. Это необходимое условие для передачи на родину. Решение главы государства им зачитали в присутствии Виктора Медведчука, спецпредставителя Киева по гуманитарным вопросам в трехсторонней Минской контактной группе. И Афанасьев и Солошенко уже вернулись на Украину. Причем из Москвы в Киев они вылетали с солидным багажом. Все, попрошу тогда вещи как бы брать и выходить. От тачки нет, я... Мы вам поможем, поможем. Одесские журналисты в Россию прилетели налегке. Для них сейчас главное вернуться к нормальной жизни после долгого заключения. Сейчас немножко надо прийти в себя, понять вообще, что происходит до конца. Павел Краснов, Павел Волконский, Вячеслав Манихин и Дмитрий Матюшин. Первый канал.